Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала! Кстати, если вы зрительно хотите стать подписчиком, обязательно нажимайте на красную кнопочку Подписаться! И тогда вы станете подписчиком моего канала, а не просто зрителем. У меня для вас сегодня новость. Вот сейчас как раз меняю корм у своих улиточек. И сейчас малышам буду раскладывать новый мох. Вот он уже у меня замоченный. И это немножко другой мох. Тот мох, который у нас в магазине на продаже всегда был, он закончился. Такого особого был качества. Но сейчас на зимний период он уже закончился. Его нет в наличии. И вот у нас теперь другой мох. Этот мох приехал к нам с западной Украины, с экологически чистых районов. Но он другого подвида. Мох бывает разный, в разных регионах. Вот в этом контейнере у меня лежит сейчас этот же мох. Уже он лежит здесь около 4-5 дней точно. Просто покажу сейчас, как он выглядит в свежем видео. И как он выглядит уже после того, как прошло время. Здесь не выбраны иголки. Вот здесь вот тоже не выбраны иголки. То есть, если просто их выбирать из сухого мха, он весь будет разваливаться. И, соответственно, он уже не будет ковриком. И это будет просто какая-то такая труха. Вот поэтому я просто его замачиваю вместе с иголками. И, в принципе, если есть желание, можете поковыряться, повыбирать. Но для улиток это абсолютно все равно. Им они не мешают, не колятся. И я просто вот так вот беру, отжимаю мох. Вот. И выкладываю в контейнер. Аккуратно это делаем, чтобы не поколоть руки. Потому что там все-таки сосновые иголки. Так. И обратно вот так вот я его разворачиваю. И выкладываю. И вот сейчас у нас будет в продаже именно этот мох. Значит, тут у меня вода, обычный тазик. Вот я складываю сюда большой коврик. Сейчас я вам покажу, какая будет порция мха, количество мха на ту сумму, к которой вы привыкли. 60 гривен. Вот один коврик. Вот второй коврик. Видите, он большие два коврика такие. По сравнению с тем, сколько мха раньше. Здесь будет намного больше. Но и качество мха будет другое. Иголочки мы выбирать не будем. Если начать вынимать иголки из сухого мха, он весь распадется на мелкие такие фракции. Я иголки для своих улиток тоже не выбираю. Вот таким образом мок замачивается. 5 минут он лежит в водичке. Набирается сила, оживает. И сейчас я вам покажу, как он выглядит в контейнере. Конечно, это небо и земля по сравнению с тем мхом, который у нас был раньше. Вы можете потом вот так вот сверху иголочки собрать. Но я, допустим, не выбираю. Для улиток они абсолютно не мешают. То есть улитки не режутся, даже если они будут по лезвию ползти. Есть такой даже ролик в ютубе, можете посмотреть. Очень интересный эксперимент там, где улитка переползает через бритву. Ну вот лезвие вот так вот стоит, и улитка через нее вот так вот переползает. Это все макросъемкой снято очень красиво. То есть улитка не способна разрезаться. Ну или уколоться. Вот, поэтому иголочки можно, в общем-то, не убирать. Единственное, когда вы будете отжимать мох, будьте осторожны, чтобы не поколоть свои ручки. Сейчас пока мох отмокает у меня, я вам немножко расскажу, поотвечая на вопросы. Многие, сейчас очень многие пишут в наш интернет-магазин с вопросом, что делать, если улитка залазит в ракушку и не хочет вылазить. Ну то есть уходит в завиток и всякие такие неприятные моменты с улиточками происходят. Это все, скорее всего, происходит из-за того, что им холодно. Потому что, не забывайте, что сейчас зима, и я активно использую термоковрики. Видите, у меня их сейчас два, я оставлю сзади контейнера. И у меня в контейнерах улиток всегда тепло. Даже было такое, что яйца улиток не хотели вылупливаться, пока я не поставила термоковрик. И тогда они сразу на следующий день вылупились. Вот, поэтому очень прошу обратить внимание на температурный режим в ваших контейнерах. Потому что 22-23 градуса очень холодно для улиток. Если у вас даже кажется, что вам тепло в квартире, это не значит, что улиткам тоже тепло. Их температура 27-28 градусов внутри контейнера. Поэтому, не знаю, без термоковрика зимой, мне кажется, такой температуры точно не добиться. И обязательно следите за этим, потому что улитки страдают, если им холодно. Им это очень не нравится. Улетят потихоньку, разбирают у нас по Черкасам. Потому что их сейчас отправлять нельзя. Ну, только так вот мама моя передает. Приезжают у меня, берут парочку. Говорит, там ей написали, кто-то из Черкас. Вот, и везет. Вот, они там где-то встречаются и передают из рук в руки. Смотрите, какие малыши милые. Я думаю, что мох уже наш намок. Уже сейчас выложу вот в этот контейнер еще, потому что тут мало. Сейчас я добавлю. Вот, видите, как он выглядит. Вот это вот совсем маленький такой был коврик. Но он когда разложился, он распушился и стал больше. Вот, поэтому цена будет такая же, 60 гривен. Но мы будем упаковывать их в обычные пакетики маечки. Потому что вот такие зипы, ну, как на зипах или как называется пакетах, такого размера большого у нас нет. Поэтому мы будем в обычные маечки упаковывать. Его будет в два раза больше, но он другого качества. Из-за этого у нас цена не меняется. То есть объем увеличивается, а цена остается такая же. Вот, как только появится наш любимый мох, он снова появится у нас в продаже. Ну, а пока что кому срочно нужно, то другого варианта предложить не можем. И обязательно задумайтесь насчет термоковриков. Они у нас тоже есть в продаже, причем двух форматов. Есть вот такие вот просто вот мягкие, а есть вот такие вот, которые с такими пластиковыми краями толстыми, для того, чтобы можно было поставить на него сверху контейнер. И коврик не вплотную прилегал к дну контейнера, а был зазорчик. Это тоже очень важно для того, чтобы коврик сам не перегревался и не выходил из строя. А те коврики, которые без вот этой штуки, они вот такие. Вот эти коврики мы размещаем вот так вот за стенкой контейнера. Вот так вот. То есть его можно приклеить двухсторонним скотчем к стеночке, или же просто поставить между контейнером и стеной, как у меня стоит. Вот, смотрите, наш мох уже намок. Я слила воду. Вот как минимум два вот такие пласта будут в вашей порции мха. Иголочки выбирать не будем, как я уже говорила, потому что он просто-напросто развалится. И, в принципе, иголки не мешают нашим улиточкам, поэтому я именно так его и выкладываю. Сейчас отожму, вот как этот мох, и выложу тоже улетят. Что-то я переборщила с количеством мха замоченным. Мне пришлось весь старый мох убрать и положить весь новый. Схему, в общем, вы поняли, да? Пока нет привычного мха, будет этот в продаже, но на привычную вам сумму будет мха в 2, а то и в 2,5 раза больше. Я так вот не замеряла, но вы сами видите, что получается его достаточно много. Похоже, единорожку очень понравился этот мох, потому что он у него закопался и он изведывает места. Это его ребятенок. А это наш монстрик. Все, я всем улиточкам разложила свежую еду, посыпала им кальцием, кальцесмесью, которая тоже, кстати, у нас есть в магазине. Милок у всех есть, сепия, все. Теперь ставлю назад термоковрики и оставляю улитчик в покое. А кто не подписан еще на канал, обязательно подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Ссылочка на наш интернет будет под видео. Всегда под всеми видео про улиток есть эти ссылки. Переходите, заказывайте по Украине, по России. В России тоже у нас есть интернет-магазин, но он не наш. Но там товары такие же, как и у нас. Вот поэтому ссылочку я тоже оставляю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok